Он рассказывал, «В ночь, когда я приехал, я увидел во сне посланника Аллаха, который сказал мне, «Ты наш гость, ничего не трать». Шейх говорит, «Поверь, я прожил в Медине 80 дней и покинул ее с той же суммой денег, с которой приехал». Шейх Абдул-Азиз, да помилует его Аллах, совершил свой первый хадж вместе с отцом. Для них это был первый хадж в 1944 году. Как я говорил, он в той поездке обучался чтению Корана у шейха Ахмада Ибн Хамеда Ат-Тиджи в Мекке, после чего попрощался с отцом, который вернулся обратно в Сирию, а сам отправился в Джидду, а оттуда в Египет, чтобы обучаться чтению Корана у кого? У шейха Али Ад-Дабба. Он рассказывал мне, «Когда я приехал в Каир, я расспросил о шейхе Ад-Дабба, мне сказали, где его кабинет, так как он был учителем чтецов Корана, у него был кабинет в министерстве. Когда я подошел к его кабинету, шейх Ад-Дабба стоял за столом, не сидел, стоял, и к нему была очередь из учеников, которые пришли к нему по административным вопросам. Шейх рассказывал мне, что под началом Али Ад-Дабба было 60 тысяч чтецов, список из 60 тысяч учеников. «Когда он меня увидел», — говорит шейх, — «он вышел из-за стола, шейх Ад-Дабба, подошел к нему, поздоровался, обнял, добро пожаловать, с приездом, завел его в кабинет, а всех остальных попросил прийти завтра». Но не в смысле, как наши служащие, которые по поводу и без, говорят, приходи завтра. Нет, просто пришла очередь другого дела. Он рассказывает, «Я сел, шейх Ад-Дабба принес мне угощение, я попил, а затем он задал мне вопрос, «Не хочешь сдать мне на диплом по чтениям Корана?» Разумеется, он не мог этого знать. Как? Прежде чем приехать к шейху Ад-Дабба, шейх Абд-Лизиз уже прошел четырех учителей по чтениям Корана. Шейх Ад-Дабба спросил его, «Не хочешь сдать мне на диплом по чтениям?» А он сказал, «Я приехал учиться, то есть я не приехал сдавать на диплом?» И в этом месте у шейха проступала слеза. Он рассказывал, «Шейх Ад-Дабба высвободил для меня все свое время. Он прошел с ним четырнадцать чтений Корана, как я уже рассказывал, и шейх Ад-Дабба собственной рукой выписал ему диплом». Когда шейх Абд-Лизиз уже собирался уезжать, он сказал шейху Ад-Дабба, «Очень хотелось бы, чтобы вы почтили нас своим визитом и приехали к нам в гости в Сирию, в Хомс». Он ответил, «Иншаллах, если появится возможность, я приеду к вам в Хомс и еще раз увижусь с твоим отцом, с которым мы встретились в благословенной мечети пророка». Шейх Абд-Лизиз удивился, «Как это вы встретились с ним в мечети пророка? Я ведь к вам откуда приехал? Из Хиджаза? Из Хиджаза в Египет. И для нас с отцом это первое паломничество. И мы в хадже всегда были вместе, а вы в этом году не были в хадже». Я рассказываю не со слов кого-то, а со слов самого шейха Абд-Лизиза. «Извините, шейх, но как вы могли видеться с ним в благословенной мечети пророка?» Он ответил, «Сын мой, в ночь перед твоим визитом я увидел себя в благословенной Рауде и увидел вас. Ты стоял рядом со своим отцом, который сказал мне, «К тебе едет Абд-Лизиз, позаботься о нем». «Поэтому, когда ты пришел, я тебя узнал». Тогда он спросил, «Когда я пришел к вам, вы предложили мне сдать на диплом по чтениям Корана. Но как? Ведь я еще не говорил с вами и не сказал, что обучался у четырех учителей по чтению». Он ответил, «Сын мой, Аллах дает мне свет, и я узнаю людей Корана». «Сын мой, Аллах дает мне свет, и я узнаю людей Корана». Эту историю я слышал из уст шейха Абд-Лизиза слово в слово. Я хотел бы также рассказать об уважительном отношении шейха Абд-Лизиза к своему отцу и его почтительности к нему. Почтительность фантастического уровня. Когда шейх Абд-Лизиз достиг совершеннолетия, даже немного постарше, он стал высок ростом, а отец был среднего роста. И он в шутку сказал ему, «Что, Абд-Лизиз, проявляешь неуважение? Уже выше отца ростом». Шейх Абд-Лизиз покраснел, заплакал, раздосадовался. И после этого всякий раз, когда он шел с отцом по улице, то сам шел по дороге, а отца просил идти по тротуару. И когда шел, делал вот так, опускал голову, чтобы не быть на улице выше своего отца. Шейх Абд-Лизиз носил джуббу, как и его отец. Он мне рассказывал, пока был жив его отец, он не носил новых джуб. «Новая джубба уходила моему отцу, а я брал себе его». Но поверь, когда я надевал джуббу отца, она была такой, будто ее только что пошили. Одним из примеров того, насколько сильно он возъеличивал Аллаха, было то, что он никогда им не клялся. Вы, наверное, слышали от меня такую его фразу, как «поверь». Когда он хотел подтвердить свои слова, то говорил «поверь» или «правду говорю». Из-за почтительного отношения ко Всевышнему Господу он не клялся. Что касается его поклонения, приведем несколько примеров. Самой главной чертой шейха Абд-Лизиза было то, что он всегда держал намаз в поле своего зрения. Если помолился Фаджир, то думает о Зухре. Помолился Зухр, думает об Асре. Помолился Аср, думает о Магребе. Помолился Магреб, думает об Иша. Помолился Иша, думает о дополнительной ночной молитве. Тахаджуд. Не о Фаджире, клянусь Аллахом. Он был таким с малых лет. Поэтому Аллах забрал его душу в намазе, о чем мы поговорим в конце. Чем человек живет, тем он и умрет. Как я вам уже рассказывал, у него диагностировали подозрения на туберкулез легких и рекомендовали ему дышать свежим воздухом, влажным морским воздухом. Поэтому он выезжал в сады рядом с Хомсом. Там в саду была такая, как мансарда. И вот шейх Абдалязиз вместе с отцом и его друзьями поехали туда. Шейх Абдалязиз не спал после Фаджира, а точнее после дополнительной ночной молитвы. И вот после обеда его одолел сон. Он прилег и уснул в этой мансарде. А его отцу с друзьями нужно было в Хомс по делам. Они не захотели его будить и ушли. Я проснулся, говорит, и вижу, что никого нет. А уже наступило время молитвы. Аль-Аср. Я посмотрел направо, налево, никого нет. А я не привык молиться в одиночку. И я очень забеспокоился. Как вдруг вижу, едет машина. Ленд-ровер. Едет издалека. Не по дороге, а прямо по грунту едет, поднимая пыль. В машине только водитель. Ехал, пока не остановился перед шейхом. Водитель выходит из машины и говорит шейху. Ассаляму алейкум, шейх. Алейкум ассалям. Вы молились, Ассар? Водитель спрашивает у шейха. Вы молились, Ассар? Шейх говорит. Еще нет. Тогда я с вами. Шейх рассказывает. Мы совершили омовение. Я прочитал Азан. Помолились Сунну. Я прочитал Икамат. Помолились Ассар. Почитали Вирд. Затем этот человек встал и сказал. Ассаляму алейкум, шейх. Я ответил. Алейкум ассалям. Он сел в машину и уехал. Не важно, кем был этот человек. Не важно. Не будем строить домыслы. Это был один из рабов Аллаха. Но искренность шейха не позволяла ему молиться в одиночку, понимаете? Тем, кто прикладывает усилия перед нами, мы непременно поведем их нашими путями. Смысловой перевод аята. Однажды он вместе со своим учителем по фикху, шейхом Абделькадиром Аль-Худжали, ехали из Дамаска в Хомс на машине. Они вдвоем на заднем сидении, а впереди водитель. Когда они уже подъезжали к Хомсу, началось время зухра намаза. А когда начиналось время молитвы, то все. Шейх Абдельязиз был как на иголках. Ему нужно молиться и все. Он поворачивается к своему учителю и говорит, «Может, остановимся и помолимся, Зухар?» «Абдельязиз, смотри, вон огонь нефтяной вышки». Возле Хомса, за 15 километров до города, стоит нефтеперерабатывающий завод. Он говорит, «Абдельязиз, смотри, вон огонь нефтяной вышки. Мы уже рядом. Сейчас помолимся в Хомсе». Но шейх Абдельязиз хочет молиться сразу, как только пришло время молитвы. Я немного помолчал, снова поворачиваюсь к нему и говорю, «Может, помолимся, Зухар?» «Что с тобой, Абдельязиз?» «Вот огонь нефтяной вышки. Сейчас помолимся». Я замолчал. Как вдруг машина начала захлебываться. Водитель съехал на обочину, машина заглохла. Шейх Абделькадр поворачивается к шейху Абдельязизу и говорит, «Необыкновенный ты человек, Абдельязиз. Выходи, выходи, помолимся». Мы выходим молиться, а водитель собирается открывать капот, чтобы посмотреть, в чем проблема. А шейх Абдельязиз ему, «Давайте помолитесь с нами, а то пропустите коллективную молитву». Они втроем помолились. И когда водитель собрался смотреть машину, шейх говорит ему, «Попробуйте завести». Он попробовал, и машина завелась. Как ни в чем не бывало. Эту историю шейх рассказывал мне лично. Из дополнительных молитв, которые совершал шейх Абдельязиз, при мне была ночная молитва «Тахаджуд». «Тахаджуд». И это каждый день. Я жил вместе с ним последние три года его жизни. Клянусь Аллахом, он ни разу не оставил «Тахаджуд». Ни дома, ни в дороге, ни в здравии, никогда был болен. Даже в те дни, когда был парализован. За полтора года до смерти шейха поразил частичный паралич. Клянусь Аллахом, я своими руками делал ему омовение до фаджер-намаза. «Тахаджуд» он никогда не оставлял. Молитва «Ат-Духа». Он выбирал самый длинный вариант. Закончил два ракята, еще два ракята. А я сижу и закипаю. Мне нужно читать Коран. Я для этого приехал из Дамаска в Хомс. Дополнительные намазы после Магриб тоже. Прочитает два ракята сунны после Магриба и пошел. Два ракята, еще два ракята и еще. «Витар» тоже выбирал самый длинный вариант, и это ежедневно. Не так, что раз в неделю, а каждый день. Это была его привычка. Что касается чтения Корана, то шейх Абдалязис за эти свои дополнительные намазы, о которых я вам только что рассказал, прочитывал по пять джузов каждый день. Пять джузов. Ежедневно. Каждые шесть дней проходил весь Коран. Почему в дополнительных молитвах? Чтобы люди не отвлекали его. Потому что если сядешь с Кораном в руках, или просто будешь сидеть читать по памяти, обязательно кто-то подойдет и «Ассаляму алейкум, шейх, как вы?» тратят его время. Поэтому шейх, чтобы никто его не отвлекал, читал Коран в намазе. Пять джузов каждый день. Это была его привычка. Я это собственными глазами видел. Также из постоянных вирдов, которые он соблюдал, бывало мы вместе читаем Коран, до Магриба остается пять минут, и он говорит мне «Хватит, да будет доволен тобой Аллах». Сейчас время тасбихата достает четки и сто раз повторяет «Субханаллаху, альхамду лилляху, а ла иляха, илля Аллаху, Аллаху акбар». А я говорю «Осталось два аята до конца суры». А он «После Магриба, иншаллах». А я что? Я поглощен чтением, хочу читать. Ребенок еще. А шейх придерживался временных отрезков. Это время для этого, это время для этого, это для этого. Когда до Магриба оставалось пять минут, он доставал четки, придерживаясь слов Всевышнего. Смысловой перевод «Возноси хвалу Господу до восхода солнца и перед закатом». И это ежедневно. В управлении по вакфам Хомса шейх Абдул-Лизиз занимал две должности. Учитель чтецов Корана и помощник муфтия. Когда ему нужно было выписать диплом или другой документ, он писал «Испытуемый должностями учитель чтецов Корана и помощник муфтия». Клянусь Аллахом, он так писал «испытуемый». То есть Аллах подвергает меня испытанию. «Испытуемый должностями учитель чтецов Корана и помощник муфтия». Когда я был студентом, я сначала учился на инженера, но потом оставил эту сферу, чтобы учиться у шейха чтению Корана. Бывало, молюсь в его мечети Сунну, он подкрадывался сзади, да помилует его Аллах, а я молюсь. И совал мне в карман штанов деньги, причем такую хорошую сумму, не одну-две бумажки. И смотрите, чтобы не обидеть меня, он это когда делал? Когда я молился, чтобы я не мог заметить. А я стою вот так и чувствую, что кто-то шерудит у меня в кармане. Но я в намазе и не могу ничего сделать. Заканчиваю молитву, лезу в карман и достаю оттуда 400-500 фунтов. У шейха в то время зарплата была 1100 фунтов. В то время шейх Абдул-Азиз получал 1100 фунтов. Когда вопрос касался законов Аллаха, человек, сидящий перед ним, переставал существовать. Переставал существовать, когда вопрос касался Всевышнего. Один из примеров. Шейх Абдул-Азиз очень глубоко уважал шейха Муллю Рамадана Аль-Буты. Было редкостью, чтобы он приехал в Дамаск и не зашел к нему в гости. А я был с ним как помощник. Нет необходимости рассказывать вам, каким был шейх Мулля. Один из самых набожных людей на Земле. Один из самых набожных. Его внук, шейх Тауфик, рассказывал мне, это было за несколько дней до его смерти. Они вдвоем выходили из мечети. Ему тогда было 103 года. Он надел обувь, начав с левой ноги. Это за 3-4 дня до своей смерти. Потом вспомнил, раззулся и вновь обулся, но уже начав с правой ноги. Таким был шейх Мулля Рамадан. Мы пришли к шейху. Разница в возрасте между ними была около 30 лет. Шейх Мулля был где-то на 30 лет старше. Сидел шейх Абдул-Азиз, я рядом с ним, и шейх Мулля на кресле напротив. По какой-то известной Аллаху причине, шейх Мулля упомянул человека и стал подробно о нем рассказывать, что было ему несвойственно. Шейх Абдул-Азиз сидел, опершись на трость. Он ходил с тростью, даже когда был молодым. Когда шейх Мулля пустился в разговор об этом человеке, шейх Абдул-Азиз показал ему рукой вот так. поднял ладонь, вот так. Шейх Мулля замолчал, а затем воскликнул. «Да воздаст тебе Аллах благом!» «Да воздаст тебе Аллах благом!» Потом, спустя годы, один брат рассказывал мне. Он говорит, «Однажды мы были у шейха Мулли, ну и мы говорим ему, «Мы вас очень уважаем, вы наш наставник!» А он им говорит, «Вы помогаете моему нафсу против меня, вместо того, чтобы помогать мне против моего нафса. Шейх Абдул-Азиз Уюна суд, искренний брат. Однажды я стал злословить, и он меня остановил. Да воздаст Аллах ему благом!» Посмотрите, какого полета эти люди. Посмотрите, как высоко шейх Абдул-Азиз ставил повеление Аллаха, и посмотрите, как шейх Мулля Рамадан воспринял наставление и принял его. Он не сказал ему, «Ты пришел меня учить!» Обратили внимание? Класс этих людей уникален. Это произошло на моих глазах. Шейх Абдул-Азиз никогда никого не обсуждал, а если кто-то при нем начинал это делать, он прерывал его, кем бы тот ни был. Когда шейха Абдул-Азиза поразил паралич, да помилует его Всевышний, Аллах исцелил его, но частично. При ходьбе он волочил за собой ногу. Шейхи Аш-Шама стали приезжать к нему, чтобы проведать. Все шейхи того времени. И шейх Мулля Рамадан не был исключением. Пришло время зухар намаза, и шейх Мулля пошел делать омовение. А когда вернулся обратно в комнату, шейх Абдул-Азиз поднялся с места, несмотря на свою болезнь. Поднялся в знак уважения к кому? К шейху Мулля. Шейх Мулля, как вы помните, был сгорбленным в старости. Он поднял голову вот так и сказал ему, «Такой, как ты, встает перед курдийским черепком». Я это собственными ушами слышал. «Такой, как ты, встает перед курдийским черепком». Посмотрите, какое было созвучие между ними. Он также рассказывал мне, что еще до женитьбы отправился в Медину с визитом и намеревался пробыть там долго, 80 дней. Он рассказывал, «В ночь, когда я приехал, я увидел во сне посланника Аллаха, который сказал мне, «Ты наш гость, ничего не трать». Шейх говорит, «Поверь, я прожил в Медине 80 дней и покинул ее с той же суммой денег, с которой приехал». И все это время этот говорит ему, «Ночуешь у нас», тот говорит ему, «Завтракаешь у нас», третий говорит, «Обедаешь у нас», четвертый, «Ужинаешь у нас». И так 80 дней. Не 8, 80. Он покинул этот мир, как рассказала мне его сестра, бабушка Латыфа Уюна-Ссуд. Он проснулся, как обычно, на дополнительную ночную молитву, сделал омовение, помолился, зашел в спальню к детям, поукрывал тех, кто раскрылся, и, выходя у двери, сказал, «Оставляю вас на попечение Аллаха». Он сел, как рассказывала мне бабушка Латыфа. Он совершал дополнительные молитвы сидя, потому что у него был паралич, как я вам уже рассказывал. Он молился сидя, а за спиной у него был диван. Он сидел по направлению к кыбле, таким, каким был всегда, в своей джубе, в своей чалме, с омовением, сидя в направлении кыблы. В последнюю треть ночи он сделал первый ракет, поднялся с Суджуда и сделал вот так, положил правую руку на левую и повалился назад. Это было в ночь на субботу, 14 числа, месяца Сафар, 1399 года, или 13 января 1979 года. Да помилует его Всевышний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!